Столь ожидаемый визит экспертов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС состоится в ближайшие дни. Об этом сообщил в своем твиттере глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. День настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию находится в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь возможностью возглавлять эту миссию, которая прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе. Ранее Гросси уже объяснял, почему эта миссия очень важна. Среди прочего, мы хотим выяснить, как осуществляется управление, как соблюдаются стандарты безопасности, установленные МАГАТЭ и национальными регуляторами по всему миру. Это очень важная часть из того, что необходимо сделать, когда мы туда прибудем. Запорожская АЭС, находящаяся под контролем России, на минувшей неделе была полностью отключена от украинских электросетей впервые в своей истории. Пожары из-за обстрелов, хорошо заметные на этих спутниковых снимках, повредили последнюю оставшуюся линию электропередач. Потеря мощности на станции вызывает серьёзную озабоченность, поскольку перебои в подаче электроэнергии могут вывести из строя системы охлаждения, необходимые для безопасной работы реакторов. Когда реактор останавливается, его следует охлаждать несколько месяцев, чтобы снизить температуру, а это невозможно без электричества. Поэтому, если нет внешней подачи электроэнергии, то необходимо запустить дизельные генераторы. И такие системы есть, но их ресурсов хватит всего на пару недель. Охлаждение займёт месяц или больше, так что существует большой риск аварии по типу той, что случилось на АЭС в Фукусиме. Жители Запорожья и соседних городов уже вторую неделю запасаются таблетками йода, которые должны помочь в случае утечки радиоактивных веществ. Сказали взрослым принимать по таблетке, а детям, у меня ребёнку 7 лет, по полтаблетки. В Запорожье высокий спрос на препараты йода с самого начала российского вторжения. Многие обеспокоены возможной ядерной катастрофой. Мы покупали ещё в первый раз, когда там зимой была, когда была первая угроза какую-то, когда они обстреляли. Аварийные бригады готовятся к худшему развитию событий. На манекенах отрабатываются меры первой помощи пострадавшим от радиоактивной пыли. И ведётся постоянный контроль уровня радиации на костюмах самих спасателей. На крупнейшем ядерном объекте Европы продолжает работу украинский персонал. Но станция находится под российской оккупацией. В украинском энергоатоме видят в этом серьёзную угрозу. Там тяжёлая техника, БМП, Уралы и даже танки. И что хуже всего, последние две-три недели они размещают эту технику возле первого и второго энергоблоков. Это всё равно, что заминировать энергоблоки. Обстрелы Запорожской АЭС, в которых Россия и Украина продолжают обвинять друг друга, не прекращаются. В подобных условиях предстоящая миссия МАГАТЭ на объект будет весьма непростой. Продолжение следует...